Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас я коротко отвечу на вопрос, поступивший в виде комментария на моей странице в фейсбуке. А в конце эфира отвечу, как смогу, на вопросы, которые мне зададут в ходе стрима. Так что, приглашаю всех желающих оставить здесь комментарии и вопросы. Итак, Ольга спрашивает, что означает вот этот символ, который перед нами на экране. Его обычно называют герардической лилией или флёрдый лис. Это интересная тема. Перед нами знак власти, который, кстати, встречается не только у французов и франков, если быть корректным. Вот справа так называемый ирис Флоренции. Это тот же самый знак, несмотря на то, что мы улавливаем какие-то несущественные различия. Бенвенута Челлини, скульптор 16 века, вообще не видел между ними никакого различия. Разумеется, это никакая не лилия. Происхождение этого знака лежит вне христианских традиций. У франков, он по легенде, этот символ прижился при короле Хлодвиге. А на самом деле его ввели в оборот идеологи тамплиеров и их заговора примерно в 11-12 веках. Этот символ, как я уже сказал, означает власть, власть над нашим проявленным материальным миром. Это власть династическая, власть голубой крови. Этот символ имеет гностическое и еретическое происхождение. И мы об этом поговорим после того, как познакомимся с историей храмовников. Мы сейчас просто не готовы его понять вполне. Не готовы хотя бы потому, что нам придется подробно рассмотреть вопрос существования и деятельности такой организации, как пресловутый Преорат Сиона. При том, что мои коллеги, академическая наука отрицает само существование этого мифического ордена. И поэтому, для того, чтобы нам всерьез поговорить о геральдической лилии, нам придется сначала доказать и наглядно продемонстрировать на примере произведений изобразительного искусства, что Преорат Сиона, это никакой не миф и не сказки, а вполне осязаемый круг реальных людей, оставивших материальные следы в известной, так сказать, музеифицированной истории. Ну а теперь давайте продолжим нашу главную тему, которую мы начали сегодня утром. Сейчас мы собираемся поговорить об истоках современного нам устройства власти. И как следствие, устройство элит. Итак, представьте себе высокого худощавого мужчину с умным изможденным лицом. Он находится в сырой тюремной камере, куда едва проникает свет. Узник сидит на расползающемся, скользком от гнили и плесени тюфяке, опираясь спиной на грубую каменную стену. На дворе сентябрь 1433 года. А человека, сидящего на тюремном тюфяке, зовут Козима Медичи. Это один из богатейших людей своего времени, сын банкира Джованни Бичи. Козима ждет смертная казнь. Его положение практически безнадежно, но он все еще борется за свою жизнь. Опасаясь, что его могут отравить еще до того, как повесят, Козима в тюрьме не ест и почти не пьет ничего из принесенного ему стражами темницы. Суть, суд и казнь все ближе. На Медичи не думает о собственной смерти. Облизывая пересохшие губы, он мучительно ищет ответ на вопрос. Что же такое власть? В чем ее суть? В чем секрет? И где ошибка? Вот он, миллионер, ну на наши понятия миллиардер, Еще вчера любимый толпами охлоса, честно любивший республику, Член высшего совета сеньорий, знатный, уважаемый гражданин республики, Всегда верой и правдой служил любимой Флоренции, А сейчас вот он сидит в сырой дребе солнца и ждет смерти. Как же так вышло? Что сделано неправильно? В чем ошибка? Как остановить это колесо фортуны, переломавывающей судьбы сильных мира, Будто это судьбы каких-нибудь ремесленников или средней руки торгашей? Забегая вперед, скажу, что Господь услышал мольбы Медичи, И судьба улыбнулась ему снова, подарив новый шанс на жизнь. Засов заскрепел, массивная ржавая дверь медленно подалась, И в камеру с факелом в руке вошел Кастелян, то есть начальник тюрьмы. Мессер Козимо Козимо Я слышал, вы не вкушаете пищу, которую вам приносят, Должно быть, вы опасаетесь отравы. Медичи молчал. Давайте так, я буду ужинать и обедать с вами, Мы разделим еду с каждой тарелки, И так вы будете знать, что она не отравлена. Ну или мы вместе умрем. У Медичи навернулись на глаза слезы благодарности. Начальник тюрьмы, очевидно, спасал ему жизнь, При этом пока не требуя ничего взамен. Горло миллионера перехватили эмоции, Медичи вскочил на ноги и молча обнял начальника тюрьмы. Ну, дальше все было предсказуемо. Вскоре через доверенного тюремщика Козимо Передал на волю необходимое распоряжение, И флорентинские судей эффективно подкупили. 3 октября 1433 года Медичи заменили смертную казнь На простое изгнание из Флоренции. После чего Козимо с достоинством покинул город, Чтобы вернуться туда с триумфом уже через несколько лет. Однако, Те мысли, которые терзали Козимо в тюрьме, На вонючем сыром тюфике, Мысли о природе и сути власти, Больше никогда не покидали Медичи. Судьба подарила Козимо еще 31 год жизни, И все эти годы Медичи времени зря не терял. За это, отпущенное ему богом время до самой смерти, В своем дворце ему удалось разгадать почти все загадки власти. Поняв ее природу, Медичи не только в теории, Но и на практике создал такую систему управления охлосом и элитой, Которая с тех пор жива. Она до сих пор работает и дошла до наших дней. Флорентинская система организации эффективной оккультной власти Только крепла и матерела со временем. Буквально от своих истоков, От времени своего создания в конце 15 века. Она, эта власть, и сегодня незыблема, Неуловима и очень удобна с точки зрения элит. Вся система Медичи, то есть система современной власти, Покоится на трех постулатах. Каждый из этих трех постулатов прост И в своей простоте гениален. Первый постулат гласит, Настоящая власть должна быть тайной. Синоним слова тайной, это слово оккультный, скрытый. То есть, настоящая, реальная власть просто обязана быть оккультной. Но действительно, В отличие от оккультной власти, Явная власть, так называемая, Легитимная или проявленная власть, Всегда уязвима. Задумайтесь. Видимая власть, И особенно ее носители, Подвержены критике, угрозам, Ответственности за свои ошибки, За свои преступления, злодейства, Или наоборот, Что чаще бывает, За свои добрые дела и намерения. Явный правитель власти, Ответственное лицо, Всегда подвергается зависти, И риску быть смещенным или убитым в результате заговора. Его осаждают смольбами о помощи нищеброды и убогие, И все требуют денег, ресурсов, времени, заботы. Жизнь явного правителя, это сущий ад, Если только он действительно решит править, И, как говорится, решать вопросы. Посмотрите на современных министров, Или других публичных персон, Олицетворяющих собой власть сегодня. Попробуйте представить себе Реальный распорядок дня этих людей. Да им попросту некогда сосредоточиться на делах. У этих артистов балагана Жизнь состоит из непрерывной череды Я не знаю, приемов, шоу, интервью, Брифингов, совещаний, Занятий в спортивных клубах, Путешествий, пластических операций, Сеансов в спа И прочих событий, совершенно не оставляющих места Вдунчивым медитациям по делу. В довершении к перечисленным прелестям Во времена Ренессанса Человека, носителя явной власти, Могли запросто отравить и в любой момент. Напротив, представитель оккультной, Тайной власти не подотчетен Ни суверену, ни народу, ни церкви. Он свободен и неуязвим. У него достаточно времени и возможностей, Чтобы поразмыслить над делами и стратегией. Правитель, действующий из-за кулис, Наслаждается жизнью. И при этом он эффективен, Поскольку не скован сотнями социальных цепей. С какой стороны не взглянуть на эту проблему, Получается, что власть из тени, Управление из-за кулисия, Всегда гораздо привлекательнее, Чем легитимная, явная, прямая власть. Поэтому выбор между легитимной и оккультной властью, Выбор в пользу теневой власти, Если такой выбор существует, Всегда очевиден. Остается лишь понять, Как на практике организовать вот эту тайную власть, И как на самом деле осуществить ее проявление, Чтобы сама идея действительно работала, А не оставалась лишь маниловской мечтой. Далее мы рассмотрим эти аспекты, То есть аспекты практической организации оккультной власти. И мы сделаем это чуть подробнее в свое время. А пока, чтобы мы не запутались, И не свернулись с основной темой, Я хочу сказать о втором постулате Медичи, Который гласит, Тайная оккультная власть наиболее эффективна в ахлократическом обществе. Вот этот второй постулат Медичи говорит нам, Каким должен быть социум наиболее удобный и податливый для закулисной власти. Каким должен быть бульон вот этого супчика. Давайте рассмотрим его подробнее. Постулат, прошу прощения. В соответствии с желаемой для элитариев моделью социума, Закулисье управляет стадами человеков. В этом его роль. Поэтому второй постулат Медичи описывает, Как должно выглядеть наиболее удобное для закулисья правовое конституционное поле, В котором оккультная элита в роли пастухов чувствует себя лучше всего. Так вот, оказывается, что лучше всего оккультная власть чувствует себя именно при ахлократии. Ни монархия, суверенная монархия имею ввиду, ни Вечи, ни качественная демократия для оккультной элиты в качестве среды обитания не подходят. Или подходят не полностью. Что такое ахлократия? Если говорить коротко, ахлократия это власть черни. Причем слово власть, словосочетание власть черни, здесь надо понимать в кавычках. Потому что у черни, у охлоса на самом деле никогда нет власти. Нет власти, потому что охлос всегда манипулируем. Охлос не в состоянии удержать власть ни часа, даже если он вдруг каким-то чудом захватит ее. По определению, охлократии мы называем выродившуюся, деградировавшую демократию. Но это все слова, которые скрывают суть проблемы. Что значит деградировавшая демократия? Как это конкретно проявляется? Вот давайте рассмотрим, что такое демократия и ахлократия на конкретных примерах. Представьте себе Вече. На общегородской совет, на площадь для решения важного вопроса путем голосования собираются граждане. Они будут голосовать и большинством голосов примут то или иное судьбоносное решение для города. Так вот, в случае, если в городе и во время Вече действует настоящая демократия, то к голосованию на Вече допустят отнюдь не всех жителей города, а только зрелых мужчин, живущих здесь со своими семьями, имеющих детей и очаг. Пришлых, бессемейных или бездонных к голосованию не допустят. Так было с небольшими оговорками в нашем русском Великом Новгороде, демократией которого мы вправе гордиться, я считаю. Оседлые, умудренные жизнью и трудом люди, скорее всего, примут на Вече ответственное решение в интересах города, бизнеса и жизни своих семей. А теперь представьте себе, что на площадь собираются все, кому вдруг сбрело в голову поорать о политике и проголосовать на досуге. Кабацкая пьянь, пришлые люди, холостяки, подростки, неграмотная чернь, трусоватые по своей природе, объективно не замечающие ситуацию женщины, пришлые люди, вояки, наемники и прочий сброд. Этот сброд переорет ответственных отцов семейств, которые окажутся в меньшинстве, и решение будет принято неправильное. Вот это и будет ахлократия. Такую безответственную толпу легко подкупить, ее мнением легко манипулировать. Но бомжам все равно, они не заинтересованы в болезненном, но необходимом прогрессе. Их голос можно недорого приобрести. И дураков и горлопанов легко оболванить слухами, домыслами, плохой прессой, лживыми речами, посулами и вообще инстинктом толпы, инстинктом стада. По некоторым данным статистики, трудолюбивых, добрых и умных людей в обществе бывает меньше, чем ленивых и злых. Я так осторожно формулирую свою мысль. Отсюда происходит простой вывод, что уравняв правах всех представителей общества, мы встаем на путь регресса. Вот так социум в результате регресса и приходит от демократии к ахлократии. Псевдодемократическое, а на деле ахлократическое общество уже вскоре попадает в зависимость от манипуляторов из-за кулисья. В истории хорошо известно, что ахлократическое безумие это позор для любого социума. Об этом говорили и Аристотель, и Платон. Симптомы ахлократии это свидетельство вырождения общества. Поэтому, если граждане города вдруг очнутся от морока и каким-то чудом осознают, что их пожрала ахлократия, они прогонят заговорщиков вон и восстановят настоящую демократию. Как, кстати говоря, несколько раз и случалось в истории Флоренции. Так вот, для того, чтобы бедняги-охлосы не чувствовали себя неловко и чтобы они не очнулись от морока, элитарии постоянно внушают народу мысль, что их ахлократия называется демократией. И вот и все. Отсюда, с этой точки зрения, становится понятным, почему в прессе, в идеологии, в продажной философии современного общества мы все время слышим о демократических ценностях, кавычках, и слышим о республике. Хотя на самом деле мы живем в самой примитивной системе ахлократии сейчас. Да еще и с убогой системой выборов, ну скажем, в Думу по партийным спискам. Наша ахлократия, на которой паразитируют закулисье, еще со времен Флорентинской республики цветасто называется демократией и республикой. Хотя ни демократией, ни республикой на деле они не являются. Это верно не только для России и даже не столько для России, как это верно, например, для Европы. И в первую очередь для такой страны, как Франция. Во Франции вообще демократические институты де-факто мутировали и атрофировались. Достаточно сказать, что в современной Франции, например, отсутствует разделение властей де-факто. Законодательная власть, то есть обе палаты парламента, это Сенат и Ассамблея, лишены прав принимать некоторые законы и ограничены в этом процедурально. Вы вдумайтесь в это. И наоборот, исполнительная власть во Франции имеет право издавать законы без участия парламента. Это я говорю правду. В это трудно поверить, я понимаю, но это факт, эту тему мы еще поднимем. Также французская судебная власть не отделена от исполнительной в этой стране. Фактически у французов нет инструментов по защите судебного процесса от коррупционной заинтересованности судей и выявлений конфликта интересов, в отличие, например, от Великобритании. Но это все потом. В следующий раз поднимем также эту тему, у нас будет время об этом поговорить. Итак, чтобы не запутаться, вернемся к исходному тезису. Второй постулат Медичи. Тайная оккультная власть наиболее эффективна в ахлократическом обществе. Вот заменим здесь некрасивое словцо ахлократическом на шикарный красивый термин республиканском. Или заменим его на чуть более тусклый, потертый, демократическом. У нас получится тайная оккультная власть наиболее эффективна в демократическом республиканском обществе. Вот это будет правдой, потому что у нас с тех пор, еще со времен Медичи, демократия бессовестно подменена ахлократией. Вот почему мы видим по всему миру эти клоунады, которые называются выборами. Ну, теперь давайте перейдем к третьему постулату. Третий постулат Медичи об идеальной власти особенно интересен, на мой взгляд. Прошло несколько лет, пока Козима нашел этот третий ингредиент, без которого его теория оккультного манипулирования стадом была неосуществима и была неполной. Возможно, это прозвучит неожиданно для кого-то, но искомое сокровище Медичи нашел для себя в философии Платона. И вот как это произошло на деле. Вы, должно быть, помните, что весь христианский мир, вся бывшая так называемая Римская империя, распалась на две части. Западную часть, окормляемую Папой Римским, и восточную часть, с духовным центром Византии и ее столицей Константинополя. Так вот, в 30-е годы 15 века случилось так, что погибая уже под ударами турков и загнивая вследствие собственных интриг, Византия обратилась за военной помощью к Риму и всей западной части христианства. Это был крик отчаяния. Рим откликнулся на призыв, но в обмен на предполагаемую помощь навязал в Византии переговоры об объединении церквей, которые сейчас называются унии. Эти переговоры длились несколько лет и вошли в историю под именем Феррара Флорентинского собора. Чтобы разочарованные долгими и бесплодными прениями византийцы с собора не сбежали, им физически отрезали пути домой. Я рекомендую ознакомиться с этой темой самостоятельно, крайне интересно. Из-за необходимости оставаться в папских землях в течение долгого времени во Флоренции проживала представительная делегация византийцев. Так вот в составе этой делегации, этих византийских переговорщиков, оказался греческий философ, интеллектуал, ерудит, известный под именем Плифон. Плифон во время своего флорентинского сидения был уже стар, но говорил он бодро, предмет знал хорошо и за словом в карман не лез. По своим убеждениям Плифон был скорее еретиком, чем христианином. Его с полным правом можно назвать горячим приверженцем древней философии Платона. Он несколько раз за это подвергался наказанию. За несколько лет процесса собора византийская делегация порядком поиздержалась, и Плифон, чтобы немного подзаработать, давал публичные лекции во Флоренции, рассказывая о диалогах Платона и о его философии. Козимо Медичи в 1439 году, вероятно, посещал эти лекции с замиранием сердца, поскольку именно в философии Платона Козимо нашел недостающее зерно для своего огорода. Творчество Платона в то время почти не было известно в западной части христианского мира. На латынь к середине 15 века перевели лишь пару его диалогов, но и то понять их смысл латинянам по большому счету не удавалось. И вот эти неизвестные ранее сокровища, сокровища мыслей древнего грека, перед Медичи рассыпал старец Плифон. О философии Платона нам придется еще много раз к этому возвращаться в наших беседах, но здесь скажу коротко. Услышав Плифона, Козимо осознал, что нашелся наконец его третий, можно сказать, основной постулат науки о безупречной и неуязвимой власти. Платон говорил, что миром должны управлять философы. Эта фраза звучит безобидно и нейтрально, но лишь до тех пор, пока мы не расшифруем ее и не переведем, раскрыв истинный смысл. Вместо «миром должны управлять философы» следует понимать «миром должны управлять маги». Платон это не совсем философ в банальном смысле этого слова. На самом деле этот великий грек был теоретиком и практиком магии, а его последователи, так называемые не платоники, через несколько столетий после его смерти, предавались магии совершенно открыто во всех аспектах ее проявления. Еще раз. «Миром должны управлять маги». Но как же понять и тем более переварить этот странный постулат с практической, так сказать, точки зрения? Что предполагается, мол, маги? То есть некие такие экзальтированные медиумы-гадалки должны собираться вокруг блюдца со свечками и вызывать дух императора Нерона или Ганнибала? Может быть они должны камлать возле реки Арно, стучав в бубен и пуская изо рта шаманскую пену? Нет, все не так смешно на самом деле. Познакомившись с философией Платона, Медичи осознал, что закулисная власть может осуществляться путем создания оккультных тайных обществ и вовлечения в них ключевых интересантов. А вот сами оккультные общества, в свою очередь, должны строиться вокруг мистических и магических ритуалов. С тех пор в основе каждой тайной секты, ордена и братства лежат мистерии и магический ритуал. То есть еще раз повторю, Медичи понял, что закулисье должно представлять из себя сеть оккультных тайных обществ и сект, в которые будут вовлечены ключевые персоны социума. С помощью сети тайных обществ и возникших связей нужные люди будут продвинуты на ключевые посты. И также их деятельность может быть контролируема схожим путем. На практике система Медичи заработала в полную силу уже при его внуке Лоренцо Великолепном. Лоренцо по сути оказался суверенным монархом Флорентинской Республики, при этом не занимая в ней никаких официальных постов. Этот феномен отмечается всеми исследователями. Ни одно свое решение, ни один из институтов Республики уже не принимал без согласования проекта решения с Лоренцо и его доверенными людьми. Разумеется, тайные общества, еретики и еретические секты существовали и до Медичи. Отнюдь не Казима их выдумал. Это верно. Кони, прошу прощения, корни у элитаризма на самом деле очень глубокие. Во время Медичи, хотя до появления первых масонов еще оставалось в те времена чуть менее 300 лет, то есть фран-масоны во времена Казима еще не существовали, но Казима прекрасно был знаком с другими сектами и орденами, подобными масонскому братству во многом. Однако вот эти тайные, еретические или просто оккультные общества, которые существовали до Медичи, не ставили перед собой задачу прямо и непосредственно взять, узурпировать, а затем нерушимо удерживать тайную власть. Мы в дальнейших беседах будем много говорить о тамплиерах. Так вот, у тамплиеров и наследующих им орденов еретические культы играли весьма важную роль. Однако сама власть и влияние тамплиеров на власть не были ни тайными, ни магическими. Тамплиеры вплоть до самого своего разгрома относились к власти явно, не пряча своих намерений и влияния. Можно сказать поэтому, что только с подачи Казима Медичи ритуальная практическая магия и кабала стали играть роль кристаллической решетки феномена современной нам тайной закулисной власти. Казима, определившись с фундаментальными понятиями своих открытий, поручил развитие темы практическому строительству закулисной власти особым людям. На собственные деньги Медичи купил большую виллу или скорее небольшой дворец на отшибе Флоренции в Кареджи. На этой материальной базе некий Марсилио Фичино, эрудит, доверенное лицо Медичи, создал и возглавил особый интеллектуальный институт, обслуживающий оккультную власть. Этот институт получил название Академии в Кареджи. Ну, наверное, на сегодняшний, на теперешний момент, наверное, на этом стоит остановиться, потому что наша передача идет уже около 30 минут. На этой ноте мы прервемся и продолжим в следующий раз.